Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И сегодня, ребят, Уралочка не вышла с видосом, с сарафаном. И знаете почему? Потому что у Уралки сегодня днюха. Эх, видать, ночь была бурная, что не вышли даже с роликом. Хэппи-бэздил, наверное, сарафан всю ночь любимую Олу. Ну а вообще, ребят, настолько вот смешно, да, заходишь на Ютуб к Уралке, открываешь комментарии, обновляешь на новые комментарии и видишь, какую картину. Никто из хомяков даже и не знает, что у Уралки днюха. Прикиньте, вот вам верные хомяки, вот вам верные подписчики. Угу. И слюнявые почему-то свои рты на замок закрыли. Ага, морды перевязали и молчат. Правда, одна там распинается в телеге, а вторая молчит. Хоть бы куклой потрясла в экран, да поздравила любимую барыню. Ну и чуток пятую точку порвала ради хозяйки. Уральской хозяйки? Угу. Но, видать, у слюнявых и сопливых нет носовых платков, поэтому они и не пускают слюни. А вообще, так смешно, ребят, ну правда смешно. Что же за хомяки-то такие, которые присмыкаются и преклоняются барыне, и не знают даже, когда у неё днюха. Прикиньте. И молчат все в тряпку, и никто не поздравляет хозяйку. Ужас. Нет, правда, в телеге там уже все и зашли. Мёдом все поздравляют. И видосики и открыточки кидают. И Уралка уже успела отблагодарить своих зрителей. Девочки, дорогие наши, родные, спасибо вам огромное за поздравления. Спасибо. Так много поздравлений я сегодня получаю. Это так вообще приятно. Огромное-огромное вам всем. Всем огромное спасибо. Ну, а ютубовское хомячьё молчит. Молчит и ни слова. Никаких поздравлений для любимой барыни. Это, знаете, точно так же будет, как и с Сарафаном. Никто мужика не поздравил. Угу. Муша, любимого муша Уральского. А потом уже, когда днюха прошла, все проснулись, когда Уралка сама об этом сказала. И понеслись поздравления. Но, собственно, я вам скажу, что Сарафан-то не празднует днюху. Да, он не празднует. А Уралка ещё как празднует. Похоже, слушайте, там как раз-таки идёт пир на весь мир. Ну, а мы посмотрим в следующем видеоролике на Уралочку. Оценим внешний вид, да. И поймём, насколько большой и громкий был праздник. Вот мне интересно, ребят, вот у Уралочки, да, днюха. Ведь она живёт не по законам Таджикистана, а по российским законам, да. Ну, получается, должна так жить, да. И мне интересно, день рождения – это что у неё будет? Сарафан, Абдугани и Уралочка и какой-нибудь ресторанчик, типа узбекской кухни? Или это реально будет пир на весь мир? Вот правда, ребят, она ж любимая Ола, любимая жена. Ну, так надо с размахом отметить днюху. Она же умудряется содержать весь кишлак Альфонса, который и копейки в дом не приносит. Я даже не верю, что у него хоть какой-то и минимальный доход от его магазина есть, потому что тряпьё продавать как кота в мешке, да, то я не думаю, что он будет иметь от этого какой-то доход. Ну, серьёзно, там же одно сплошное тряпьё, которое можно купить в любом магазине типа смешных цен. Но, судя из того, что мы уже наблюдаем на Уральском канале и отсутствие подруг у Уралочки и близких людей рядом, потому что самые близкие, это уже Сарафан и Абдуганьи стали, Уралка променяла всех, просто всех на таджиков, то я не думаю, что Сарафан позволит Уралке праздновать днюху, как захочет она, с подругами там, допустим, с сестрой, хотя какая сестра, с сестрой она уже давным-давно не общается, сестра давным-давно, похоже, сама от неё отказалась, от этого позора, от этого ужаса, и я думаю, что она смотрит канал, и ей стыдно за такую сестру. Хотя, может быть, и обратная сторона. Мы же сколько раз говорили про подружек, с которыми Уралка не общается, и что совсем-совсем уже с ними и не встречается, и креветка большая уже забыта давным-давно. И мы же об этом говорим, а они же пляшут под нашу дудку. Возможно, организуют в креветке днюху. Ну, в принципе, они об этом не говорили, и я думаю, что обязательно бы похвастались, если бы что-то планировали. Ну, а если ничего там не запланировалось, ребят, то будут роллы, пицца, а потом много алкашки, ну, а потом Уралочка будет сидеть одна. У окошечка в ожидании очередной съёмки. Ну, подарки Сарафан же уже сделал, а дарил любимую Олу золотом да бриллиантами. Хотя я хочу сказать, что всё это она сама себе купила. Хоть мы слышали от Сарафана, что он откладывал, откладывал. Откуда ты откладывал, Сарафан? Ты откуда откладывал с Уралкиного дохода, который она наела и заработала? Или ты считаешь, что ты что-то там заработал? И поэтому я считаю, что это не подарки от любимого мужа. Это подарки от себя любимой, чтобы доказать нам с вами, как её лубит Сафарбек Азизов. Так что вот, ребят, такие вот хомячки у Уралочки. Никто не помнит, никто ничего не знает, когда у Уралки Днюха, когда у Сарафана, за которыми они аж писают кипятком Днюха, сидят себе в ожидании, когда же появится барыня, и когда они снова будут истекать слюной, просматривая её ролики с бесконечным враньём. Будут сглатывать это враньё и балдеть. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok